Не успела столица просохнуть после разгула одной стихии, как оказалось во власти другой. Вчерашний шквалистый ветер повалил на землю полторы сотни деревьев. Ветками разбито несколько машин, а городские улицы снова были похожи на безбрежные реки. Проблема затопления Кишинева достигла катастрофических масштабов. Тем не менее, мэру все нипочем. В то время, как кишиневцы в очередной раз спасали себя и свои имущества, Дарин Киртуака в эфире на предвыборных теледебатах доказывал избирателям, что только его политформирование сможет обеспечить жителям страны достойной жизни. Сколько еще придется заметать следы разгулявшейся вчера в столице стихии, даже ответственные городские службы сказать затрудняются. Ближе к обеду сегодняшнего дня Кишинев все еще был похож на массовый лесоповал. Сильный ливень и шквалистый ветер в очередной раз доказал. Проблема отживших свой срок столичных насаждений не просто существует, а достигла угрожающих жизни горожан масштабов. Лишь по чистой случайности никто из прохожих не оказался ни под одним из этих деревьев. Правда, некоторым автовладельцам повезло гораздо меньше. Деревья упали, ну, по крайней мере, мы видели где-то пять деревьев упали на машину. На машину? На машину, прямо в центре там. Под мостом что-то там случилось возле цирка. Кого только городской голова не обвиняет в городских бедах. На этот раз крайними понимания Дарина Киртуаки оказались метеорологи. Не было предупреждения со стороны гидрометеослужбы. Завтра мы спросим с самого утра, почему не предупредили, почему не было точной информации. Вот и выходят столичные беды, проблемы сугубо горожан. И искать правды в кабинетах мэрии бесполезно. Что ж, тут все понятно. У главы городской администрации вот уже полгода более важные заботы. Уже во второй раз он пытается продвинуть свою партию к вершинам государственной власти. Хватит ли сил, задаются вопросом кишиневцы, держать в руках целую страну, когда один всего город в прямом смысле захлебывается в чиновничьим безразличием. Руководство железнодорожного вокзала, куда во время ливня стекаются все дождевые потоки, собственными силами решает проблему затопления. Закупили помпы. Хотя есть более рациональный план спасения. Если ливневка в городе будет работать нормально, значит и проблем на вокзале не будет. Понятно. Но обращались с этим проектом наверняка же? Да город об этом знает. Понятно. Примария знает об этом. В то время как прохожие буквально вплавь пытались добраться до суши, Дарин Киртуако в эфире предвыборных теледебатов уверял, что ситуация в городе под контролем. Да, я находился на дебатах. Я говорил о том, что и в прошлый раз, и в этот раз город справился с ситуацией. Ольга Гриненко, Александр Борейк, Алексей Семенов, Сергей Цой, телеканал МИД. Продолжение следует... Продолжение следует...